Всем привет, с вами Макс Боннер и проект Творческий Депозит. Все о работе с фотобанками для фотографов, иллюстраторов и дизайнеров. И это первая часть, в которой я хочу рассказать о том, что же такое фотобанки, кто является их клиентами, кто является их авторами и как они работают. Начнем. Википедия нам скажет, что фотобанк это банк изображений, который выступает посредником между авторами изображений и их покупателями. Он берет на себя задачу поиска покупателей и приема платежей, что значительно упрощает жизнь фотографам и иллюстраторам. Надеюсь, это определение понятно, но чтобы было еще яснее, на следующем слайде я сделал небольшую схемку, на примере которой станет совсем ясно, что же такое фотобанки и чем они занимаются. Итак, начнем. Фотобанк это некоторый посредник, как мы уже знаем. Кто же клиент этого фотобанка? Первое это журналы и интернет, то есть различные офлайн и онлайн издания. Вы, наверное, уже давно не держали в руках журнал или статью, которая была бы не проиллюстрирована картинкой. Там бывает даже не одна картинка и не две, а гораздо больше. Такие картинки журналы часто берут на фотобанках. Конечно же не все журналы. Такие журналы, как Time, как Esquire или как Playboy с мировым именем, они имеют своих фотографов и у них на этом имидж построен. Но многие другие журналы, скажем, журналы для молодых мам или журнал о здоровом питании и здоровом образе жизни, такие журналы во множестве своем покупают картинки на фотобанках. Далее это рекламные агентства, которым тоже часто постоянно нужны изображения для того, чтобы делать рекламные объявления, рекламные флайеры, рекламные баннеры и так далее. Опять же, такие рекламные агентства, которые делают рекламу для Apple или для Coca-Cola, наверное, не нуждаются в услугах фотобанков, у них есть свои операторы, свои фотографы, которые производят это все для них. Но многие другие рекламные агентства попроще, рекламу которых мы часто видим в транспорте, мы часто видим в тех же журналах, в которых есть картинки с фотобанков, эти рекламные агентства используют услуги фотобанков для своей успешной работы. И следующие это фрилансеры, то есть это люди, которым часто попадается разная дизайнерская работа, они выполняют услуги и рекламных агентств, и журналов, и интернет, они выступают верстальщиками, либо дизайнерами. И для эффективной работы они тоже заходят на фотобанк и покупают там изображение. Но самое важное для этих троих это то, что на фотобанках они получают совершенно легальный контент, то есть они получают лицензию к тому, что они покупают. Это не какая-то ворованная картинка из интернета, а это лицензионное изображение, то есть помимо этого у них есть электронная лицензия, которая подтверждает факт покупки, факт того, что автор получил свой гонорар и что все по-честному. То есть при любой проверке у них есть такая вот лицензия. И конечно же никакой уважающий себя журнал или рекламное агентство не позволит иметь у себя картинки, которые просто украдены из интернета. Конечно же они будут покупать их на фотобанках. Кто же является авторами фотобанков? Первый это фотографы. Еще в 60-е годы начался этот фотобанковый бизнес, и тогда фотографы должны были приносить фотобанке свои пленки, негативы, слайды. Потом была эра почты, тогда фотографы записывали это все на диски и пересылали по почте в бумажных конвертах. Но сейчас уже есть интернет, и даже из дому выходить никуда не нужно. То есть фотографии можно загружать со своего компьютера, точно так же получать гонорар. И в общем-то интернет здесь упростил очень жизнь, увеличил количество и авторов, и увеличил количество клиентов. То есть этот рынок растет и пока продолжает расти. Далее это художники и иллюстраторы. Точно так же, как и фотографии, используются различные рисунки, различные элементы дизайна для создания новых элементов дизайна или для применения так, как есть. Различные иконки, иконографика, которую мы часто видим в интернете, на сайтах, даже в тех же бумажных журналах это тоже используется. То есть если вы умеете рисовать, то обратите на это тоже внимание, потому что эта сфера очень прибыльная. Обратите внимание, какие картинки продаются на фотобанках, и вам, наверное, захочется рисовать, потому что вам покажутся они достаточно простыми. Вы сможете тоже такое воссоздать и хорошо зарабатывать, получать хороший гонорар авторский. И далее это режиссеры и композиторы. То есть кто такие режиссеры? Это те, что снимают видео. Видео на фотобанках продается достаточно давно. Оно продается не часто, но стоит дороже. И там продаются 30-секундные минутные видео. То есть 30-секундные минутные видео продаются на фотобанках. Если у вас есть возможность снимать такие видео, то тоже обратите внимание на такую возможность и рассмотрите себя как автором. Не так давно на фотобанках появились композиторы, то есть люди, которые пишут какие-то треки. И тоже есть возможность на этих треках заработать, то есть выложить их и получать свой гонорар тогда, когда люди их скачивают. Зачем нужны видео и треки? Для различных презентаций, для сайтов. Треки, аудио нужны для озвучивания презентаций, либо же для озвучивания тех же видео, для совмещения, для какой-то небольшой рекламы тематической. Это все прекрасно подходит. Надеюсь, эта схемка понятна. Будем заканчивать. Если вам понравилось или у вас остались какие-то вопросы, пожалуйста, оставляйте комментарии под этим видео. Буду рад вам ответить. С вами был Макс Бонер. Проект Творческий Депозит.